Шири Шимат, Бхакти Веданта, Ван Гасвай Махарадж, Англия, 21 мая 2019 года, утро, ответы на вопросы. Преданная задает вопрос, как научиться чувствовать разлуку с Кришной, потому что у нас нет контакта с Ним, мы долгое время пребывали в мае, может как-то нужно культивировать это поведение. Как научиться плакать по Кришне? Очень хороший вопрос. На самом деле, когда к вам придет знание о взаимоотношениях, тогда вы будете испытывать разлуку с Кришной и будете плакать. Понимаете? Без взаимоотношений никто не будет плакать. Затем придет чувство разлуки. Таков процесс. Эти отношения Самбандхагьяна исходят, когда мы слушаем о Кришне и о Его славе. Такой пример, Рукмини. Рукмини Она услышала о славе Кришны и стала плакать по Нему и просить Ее прийти и забрать Ее. Самбандхагаватам Описывается, что любовь приходит таким способом, шраваном, слушая о славе. Так Рукмини собиралась выйти замуж за Шишупалу, потому что ее брат хотел устроить брачную церемонию Ее и Шишупалу. Но перед свадьбой, за день до свадьбы, Нарадариши пришел к Рукмини и стал прославлять Кришну. Затем она написала письмо Кришне. О, Кришна! Пища льва достанется Шакалу. И Кришна понял, пришел, похитил ее. Таким образом, любовь рождается от шравана. Слушание. Затем Дарчан-джата-према это когда мы видим того, кого полюбим. Например, Кубджа увидела Кришну и в ней проявилась према. Она очень сильно захотела встретиться с ним. А према-гопи называется спонтанной. Джанма, ситха, она исходит от их рождения. Как его заключение? Когда проявится истина любовь в сердце, тогда и будет разлука. Я написал это в сокровищах сердца. У вас есть эта книга? Читайте ее о том, как любовь проявляется в сердце. Сравана-джата. Сравана-джата это первый путь, когда слышишь о ком-то, о славе кого-то. Второй способ это когда получаешь даршан, то есть видишь непосредственно. И третий сахаджата, то есть према-гопи врожденная. Поэтому что означает любовь? Что должно вначале проявиться самбандхагьяна? Так объясняют наши госвами Руппа-санатна, как они по Вриндаване говорили уратхио лалите. Руппа-санатна, шесть госвами, сэршаль-баджан, и садану во Вриндаване. Они плакали по Кришне, по Радхи, по Лалите, по Вишакхи. Где вы? Вопрошали они. Когда к вам придет знание о взаимоотношениях, тогда вы испытаете разлуку. Какой твой вопрос? Я хочу знать, Варуна-деф это чистый, преданный? господствующее божество воды. Это категория полубогов. Мы не можем сделать вывод по поводу Варуна-дефа, потому что его настроение смешано саттва-гунной. деми-гунной благости. Поэтому трудно понять полубогов и нельзя сделать однозначного заключения. Полубоги находятся в саттва-гуни. то есть, бхактии смешаны саттва-гунной. С гунной благости. Вот в чем дело. у меня есть еще один вопрос, шелагуру-деф. Я читал Радхараса Суданидхи, когда гопи выходят ночью, чтобы встретиться с Кришной, тогда Йога-майя создает копии тел гопи, которые пребывают с мужьями. Йога-майя создает копии их тел, которые остаются с мужьями. И гопи даже не знают о том, что есть такие копии их тел. И эти копии они чем являются? другими дживами или экспансиями копии. Это делает Йога-майя. Это транссидентный мир. Йога-майя проявляет их тела. Называем чая-шарира. То есть не используется такое понятие, как дупликат. В Шимат-бхагаватам в комментариях не используется слово копии. Используется понятие чая-шарир. Чая, то есть это тень. Потому что на английский переводится как копия. Нет, копия это не подходящее слово. Что означает копия? Нет, это не то. Чая-шарира. То есть тень. Это как вы и ваша тень. Йога-майя устраивает чая-шариру гопи. Она сама это делает. А что такое тень? Спрашивает преданная. Это какая-то энергия? Чат-шакти? Гурт говорит, что в трансцендентном мире все делает чит-шакти. Все устраивает чит-шакти. Там нет майя-шакти. Она не может туда проникнуть. Чит-шакти все совершает. В данном случае чит-шакти это подразумевает действие йога-майи. У меня есть один вопрос. Ланга-Мухон спрашивает. Я думал, Камса когда услышал божественный голос с небес, что восьмой ребенок Деваки убьет его. После этого он изменил свое настроение. Был ли он демоном до того, как услышал этот голос? То есть он всегда был демоном или стал им после того, как услышал этот голос? До этого он тоже был демоном. У демонов может быть хорошее плохое настроение. Иногда демоны тоже могут быть в хорошем настроении. Например, Равана. Равана был демоном, но иногда он раздавал пожертвования, добрые дела какие-то делал. Джарасандха также в Шримадбхагава там описывается. Джарасандха был демоном, но иногда у него было такое настроение благости. Демон не означает, что всегда человек пребывает или личность в невежестве. Иногда может быть его на благости у него. Хираня Кашипу преданный проповедовал так хорошо на поле битвы. Он говорил о душе, очень много рассказывал, но в то же время у него нет любви к Богу. Да, Городев говорит, у демонов много знаний, но они не практикуют в своей жизни. Что означает быть демоном? Значит, иметь много знаний. Они называются гьяни, то есть теми, у кого есть много знаний, но они не применяют это в жизни. гьяни. Они знают веды, пураны, упанишады, все, но не претворяют в жизни. То есть это гьяни. Даже Камса, он очень много знал. Он успокаивал Деваки. Когда Камса убил первого сына, Деваки, она плакала. И Камса успокаивал ее. Он говорил, о, моя сестра Деваки, почему ты плачешь? Атма никогда не умирает. Но сам боялся. Если Атма не убирает, зачем же тогда бояться? Камса боялся Кришны. Что это? Это пожарная сигнализация сработала, потому что готовили еду. Итак, знания не важны. Важны Бхакти. Матуре Кадамбини Вишванатыча Кротипад объясняет. Есть две вещи. Гьяни и Гьяни Бхакти это разные вещи. Гьяни это тот, кто обретает знания Писания. Такие люди очень сведущие, но ничего не практикуют, не верят ни во что. Они знают о сверх душе, о душе, но не следует правилам. Преданность просто, а зачем они хотят приобретать эти знания? Ну, потому что у них так очень сильный ум, разум. А зачем им обретать эти знания, если они не хотят практиковать? Чего они хотят? Преданный спрашивает. Преданная говорит, протиштху славу хотят. Они также обманывают людей. Они обманщики. очень легко проповедовать каким-нибудь наивным людям, у которых нет знаний Писаний, которые не могут различить. А есть так называемые преданные, которые просто цитируют шастры, но никакого толка в этом нет. Например, они говорят, вот тот Махарадж сказал это, а толку никакого. Это тоже демоны. Это один из видов демонов. Обманывает людей. Демоны это те, кто обманывает. обманывает. один из признаков обусловленной души. У нее есть четыре признака. Иллюзия. То есть они погружены в свое удовольствие. Затем они обманывают. Это второй признак. понимаете, обманывают. Все их чувства несовершенны. основной признак это то, что они обманывают. Склонность к обману у них есть. Они могут очень красиво выступать, очаровывать публику. Но на самом деле это все ерунда. Поэтому надо быть осторожными. проверять человек вообще опирается в своих словах на шастры или нет. Поэтому все должны учить шастры. Итак, проверять выступающих. Есть ли подтверждение в Писаниях тому, что кто-то говорит или нет. Вот в чем дело. А для этого нужна шастрагьяна, знание Писаний. Некоторые не знают истинного смысла шастры. Они просто рассуждают на свой лад. Называются они майавади или имперсоналисты, спекулятивы, то есть те, кто любят философствовать. Как возможно, чтобы Джива могла стать Браманом? Так утверждают имперсоналисты. слово Браман происходит из слова Бриханда, Брихат. Это означает того, кто становится великим и создает великое. Браман. Браман. Что такое Браман? Это тот, кто уникален и неповторим. Никто не может сравниться с ним. Он один в своем роде. Экко-Браман. И как же тогда Джива может уподобиться Браману? Ведь очень ясно объясняется, что Браман это тот, кто неповторим и уникален. Если Джива станет Браманом, что это означает? Тогда это означает, что Джива уподобится Браману. Но разве это возможно? Понимаете? А те, у кого нет знания о том, что такое Браман, они будут думать, о, как хорошо выступает этот человек. Он так хорошо говорит. На самом деле он говорит, полную ерунду. Глупость несет. Что означает философия Майавади? Читания Махапрабу говорил. Это спекуляции. Как возможно, чтобы Джива стала Браманом? в Ведах упанишадах говорится, Кришна сам о себе говорит, я Браман. Кришна говорит, это о себе. Но вы же не можете сказать этого о себе. Мамайавангсу живо-руке, 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 живо-руксанатан. Все живы, живые существа, это частицы Кришны. Они вечны и трансцендентны. Как возможно, чтобы эти живы стали такими же, как Браман? Потому что в Бхагавадгите очень ясно говорится Мамайавангсу живо-руке, живо-руке, живо-руксанатан. Кришна говорит, вечные трансцендентные частицы. Так Он говорит, Мои частицы на живых существах. Кришна говорит, Ахамбрамасми, как это понять? Гурдев говорит, эти люди, они одурачивают тех, кто их слушает. Кто проповедовал философию Мои Вады Шанкара? Поэтому они обманывают людей. А те, у кого нет знаний писаний, думают, о, как они красиво говорят. Но на самом деле они не говорят правды. А Нангамохан говорит, что они смешивают правдивые факты с обманом. Гурдев говорит, они истолковывают так, как хотят сами. поэтому будьте осторожны. Избегайте таких людей. И проверяйте всегда, соответствуют ли слова тех, кто говорит в Писании. И некоторые говорят, Махараж сказал так, другой Махараж сказал так. На самом деле они так не говорили. Это просто эти обманщики, они просто склоняют имена наших ачариев. Они говорят, вот Шиларупа Госвами так-то говорил, еще кого-то там упоминают. И люди верят. На самом деле этого не было. Это просто обман. Понимаете? это такое специальное истолковывание. На самом деле они знают смысла истинных шастр. Когда говоришь, надо всегда что-то подкреплять свои слова шастрами. Где это было сказано? Махапрабуд сказал Райрамананде. Хорошо. Я задам тебе вопрос. Ты должен мне дать ответ, но он должен опираться на шастры. Махапрабуд сказал, то, о чем ты говоришь, подкрепляй доказательствами из Писания. существует 18 Пуран. Багават, Брама-Ваеварта, Браманда Пурана и так далее. То есть откуда берется какая-то информация? Поэтому я написал эту Грандху, Матху Смита и указал с какой Пураны, где что взято. я все это написал и эти пураны я ношу с собой если кто-то начнет спрашивать я сразу покажу можно просто сказать да это из такой-то пураны а из какой именно ну-ка докажите некоторые просят предоставлять доказательства а что делают обманщики они склоняют чьи-то имена цитируют кого-то на самом деле этого нет поэтому баксиданта сарасвати праппопад сказал они гуру тьяги гуру бхоги кто такие гуру бхоги те кто наслаждаются таким образом славой репутации они используют имена гуру и ачарьев в своих интересах притана говорит что прабхата с вами махарадж сказал если кто-то что-то говорит цитируй меня то возможно я этого не говорил города когда это так спрашивает когда мы проповедуем разговариваем с кем-то и ссылаемся на махараджа какого-то как нам тогда быть всегда доказательства предоставляет тому же того что мы говорим когда мы говорим о сознании кришны нам нужно опираться на шастры если мы не опираемся на них значит мы обманываем если гуру дэв говорит что-то мы должны предоставлять доказательства есть шастра гуру дэв говорит да нужно говорить только то что на самом деле говорил гуру дэв и нужно проверять а если кто-то вам говорит это сказал гуру дэв вы не должны это сразу принимать за чистую монету вам нужно проверить прежде чем вы проповедовать кому-то будете вот как например сейчас сказал преданный что сами махарадж говорил что возможно я не говорил того что что обо мне говорят то есть нужно всегда предоставлять доказательства гуру дэв говорит да тогда у людей будет уверенность в том что вы говорите правду потому что если вы просто скажете кому-то это горел мой гуру дэв ну то что вы верите это то есть вы верите своего гуру дэва но когда вы рассказываете кому-то мы должны подкреплять слова гуру дэва выдержками из писаний например моему гуру дэв говорит что крышна это своем бхагаван но мало сказать это нужно еще предоставить доказательства из шастра вот не просто ссылаться на своего гуру а может гуру вообще что-то другое имел ввиду то есть мы должны шастры учить да вы должны учить шастры когда вы проповедуете к вам будет приходить вдохновение потому что люди будут задавать вопросы вы будете отвечать если не будете проповедовать как вы обретете знание вы же не будете знать какие вопросы они вам зададут а когда вы отправитесь на проповедь и тогда к вам будут приходить знания. Бхакти Сиданта Прабхупада объяснял, как научиться плавать. Как научиться плавать? Зайти в воду. Если вы будете сидеть на берегу и пытаться научиться плавать, это возможно? Нет, это невозможно. Однажды кошка сидела на берегу реки. Вода шла, а кошка смотрела. Как же мне пересечь реку? Может быть, в какой-то момент вся вода уйдет, и я пройду по суше. И так она весь день сидела и ждала. А вода продолжала течь. То есть, никогда бы она не пересохла, эта река. И кошка никогда бы ее не пересекла. А кошка подумала, если вся вода перетечет, я наконец-то перейду реку. Или в обратную сторону потечет. Но это не так. Каково заключение? Вы должны учить шастры и одновременно проповедовать, вдохновляться. Если вы думаете, о, я знаю все шастры, могу проповедовать. Это неправда. Идите, говорите харикатху, люди будут задавать вопросы, и к вам будут приходить знания, как отвечать, как реагировать. И к вам будет приходить вдохновение изучать шастры. А откуда эти знания идут? Преданность спрашивает. От сверхдуши? Вдохновение идет от Гуру и Кришны. А вы говорите, я сначала выучусь я шастры, а потом пойду проповедовать. Нет, это не так. Идите и проповедуйте. С чего начать? С того, что людям говорить, что вы не тело, вы душа. Какие шлоки надо выучить в первую очередь? Возьмите шлоки шлокам ретогранхи. Там очень много паджива таттви, майя таттви, раса таттви. Эти шлоки важны для начала. Да. Выучите Гуру таттву, Вайшнава таттву, Бхакти таттву, Майя таттву, Джива таттву. Это очень важно. Вначале прочитайте Гуру таттву, Джива таттву, Майя таттву, Бхакти таттву. Одно за другим. И доказательства из Бхагават-гиды, Шримад Бхагавата. Читайте, когда вы отправитесь проповедовать, ваш мозг начнет работать. У вас активизируются процессы в мозгу. Бхакти дантаслами Махарадж поехал в западные страны. И западные люди задавали ему много вопросов. И он очень замечательно отвечал на них. И приводил примеры им в соответствии с их уровнем восприятия. Поэтому надо отвечать человеку в соответствии с его уровнем. Один священник спросил Бхакти дантаслами Махараджи, почему хинду не убивают коров и не едят их мясо? Мы едим, а почему вы не едите? Они же животные. И также хинду едят мясо. Они едят курицу и мясо козлов. Почему же тогда они не едят мясо коров? Такой вопрос. И Бхакти дантаслами Махараджи очень хорошо ответил ему. Он сказал в наших писаниях, объясняется, что корова это наша мать. и он процитировал этот стих о панчаматах. Корова одна из пяти матерей человека. Как возможно убить ее? Он очень просто и замечательно ответил. Так что тот понял. Потому что индейцы не преданные едят курицу. Они также едят козлов. Почему что тогда они не едят коров? А если вы скажете корова это очень дорогая близкая спутница Кришны и люди ничего не поймут из этого? Нельзя так отвечать. Надо отвечать. Можно так ответить преданному. Но мирскому человеку так сказать ой Кришна очень любит коров поэтому мы их не едим. Ничего не поймут они. Но если вы дадите такой ответ как дал с вами Махарадж тогда человек поймет в наших шастрах говорится что корова наша мать потому что она дает нам молоко мы пьем это молоко и благодаря этому здоровье сохраняем. так люди поймут когда вы отправляетесь на проповедь и разговариваете с мирскими людьми тогда они будут задавать вам вопросы и к вам будут приходить знания и люди будут удовлетворены вашими ответами. Это очень важно все должны проповедовать когда вы отправляетесь на проповедь тогда вы понимаете какие вопросы могут задавать люди люди мирские не углубляются в шастры они хотят знать мирские вещи например они могут спросить почему индийцы не едят коров а едят мясо других животных преданных то есть когда кто-то спрашивает что-то кому мы можем сказать о махамантре о славе святого имени например люди спрашивают зачем вы повторяете махамантру надо ответить что если вы будете повторять к вам придет счастье и также сами практикуйте потому что когда повторяешь святые имена приходят счастье это трансцендентная вещь я не заставляю никого я просто так могу сказать если то есть не заставляйте никого можете просто сказать если ты будешь повторять святые имена ты будешь испытывать счастье кришнанамы это не мирская вещь это святые имена если вы любите кого-то вы будете помнить о нем например о ком вы помните о своем друге вы размышляете о нем таким же образом кришна наш близкий друг друг и поэтому повторяем его имена это важно если не любишь не будешь повторять а если любишь то никогда не забудешь никогда не забудете того кого любите и всегда будете помнить о нем это просто понимаете например в западных странах можно сказать ты можешь забыть свою девушку нет потому что ты ее любишь таким же образом я люблю кришну это мой лучший друг тот кого я больше всего люблю поэтому я повторяю его святые имена если ты будешь делать то же самое ты будешь счастливым люди очень страдают Груда говорит да они страдают поэтому призывайте их повторяйте эти имена и становиться счастливыми поэтому мы говорим повторяйте эти имена и будьте счастливы хотите быть счастливы воспевайте я знаю одного человека который стал повторять все эти имена и сказал что его это не сделало счастливым Груда говорит так надо постоянно воспевать счастье придет такой пример если вы болеете от желтухи болеете желтухой если вы будете кушать конфеты вы не будете чувствовать сладости будете только горький вкус чувствовать но если вы будете продолжать принимать эти конфеты то в один прекрасный день вы почувствуете их сладкий вкус когда пройдет болезнь так же в условной души в начале нет никакого счастья нет вкуса но не останавливайтесь Груда вы сказали читать сокровища сердца я всегда начинала читать много книг но не завершала их до конца какую книгу бы вы порекомендовали как самую лучшую Гой выгодит сокровище сердца в ней все есть вы можете на любой вопрос найти ответ в этой книге все есть внутри этой книги читать читать гурдэв спрашивает у анангемохана есть ли книга сокровище сердце здесь на английском языке анангемохан говорит я проверю я купила книги из Индии сегодня вечером принести их гурдэв говорит да приносите гурдэв я вот думаю в каком настроении мне думать о Кришне вы всегда говорите что наш Иштадев это Кришна как относиться к Нему гурдэв Кашимати Радика любит Кришну поэтому поклоняемся Ему преданная говорит мы должны Кришне поклоняться гурдэв говорит да мы поклоняемся Кришне потому что Его любит Шримати Радика понимаете но мы прежде поклоняемся Шримати Радике мы поклоняемся прежде Шримати Радике затем Кришне вы понимаете не вначале мы поклоняемся Кришне а вначале мы поклоняемся Шримати Радике таков процесс потому что Шримати Радика Ашрай-таттва. Она прибежище божественной любви. А Кришна Ишрай-таттва объект божественной любви. То есть мы поклоняемся объекту божественной любви под руководством Шримати Радики. Мы воспеваем святые имена Чи в начале. Радхи или Кришна? Радханаму в начале. Значит, мы сначала поклоняемся Радхи, а потом Кришне. Воспевание – это тоже поклонение, вы знаете? То есть, когда вы воспеваетесь, значит, вы поклоняетесь. Кому поклоняетесь? В начале? Ширатхи или Шири Кришне? Шримати Радики. Хария означает Шримати Радика. Кришна также говорит. Каждый должен в начале воспевать Радханаму, а потом уже Мое имя. Это упоминается в Писаниях. В начале идет Радхана. Поэтому Маха-мантра начинается со слов Харие, Хирадья и Кришна. Наши Госвами, когда они испытывали разлуку, что они говорили? В начале что они говорили? В начале, что они говорили? Имя Шримати Радики. Не памятуя Шримати Радики. Ничего не выйдет. Мы сначала говорим, О, Гуру Дев. А потом уже говорим, О, Кришна. Таков процесс. Есть ли какая-то разница в значении имен Радхарани и Радха? Города говорит, это просто обращение. Радхарани, Радика. Просто обращения разные. Но перед Радхарани Кришны должен быть Чайтанья Махапрабху, преданно говорит. Да, Города говорит, Чайтанья Махапрабху Нитянанда. Гаура Нитянанда. В начале мы называем имя Гауры, а потом Нитянанды. Потому что Нитянанда – это длинное слово. Много слогов. А Гаура нами два слога, поэтому легче произнести Гаура Нитянанда. Гаур Гададхара. Тоже мы говорим. Мы не говорим Гададхара Гаура. Мы говорим Гаура Гададхара. Гаура Нитянанда. Можем сказать Нитянанда Гаура, но мы так не говорим. Мы говорим Гаура Нитянанда. Потому что слово Гаура очень легкое. С него легко начинать, его легко произносить. Либо Нитай Гаура Хари. Вы говорите из четырех слогов. Получается. А в слове Нитай два слога всего. То есть в начале произносим то, что короче. Конечно, можно как угодно произносить, но так легче, удобнее. Понимаете? Радха Кришна. Радха Кришна. Рам Ситта Рам. Вначале мы произносим имя Шакти, а потом имя Шактимана. Шимати Радика это Шакти. Шитта это Шакти. Энергия Господа. Но некоторые люди говорят Шива Парвати. Например, не говорим Парвати. А, в некоторых случаях мы говорим в начале Шива, потом Парвати. Почему? Потому что в слове Шива два слога, а в слове Парвати уже больше. То есть мы в начале произносим то, что короче. Но в общем, сначала упоминаем имя Шакти, а затем имя Шактимана. Понимаете? Гоурахари четыре слога. Это означает Чайтане Махапрабу. Одно и то же, по сути. Здесь нет понятия Шакти, Шактиман. Здесь идет Гаурахари, то есть одно слово, по сути. Вы не можете его разделить. Но четыре слога в нем. Ниттянанда. 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 Сколько там слогов? Четыре. Но Ниттай Гаура, Гаура Ниттай, можно сказать. Обычно мы говорим Гаура Ниттай. А в Пуджу мы должны поклоняться Шримати Радхарани в первую очередь? Гурадов говорит, вначале Гуру, Чайтане Махапрабу, Шримати Радхи, и затем Кришне. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова